Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы пригласили вас на выставку, посвященную Рождеству. Вы, наверное, многие уже отпраздновали этот замечательный праздник, да? Да. А может, у кого-то он еще предстоит, у православных детей. Наша выставка, как я уже сказала, посвящена Рождеству и Новому году. И мы ее организовали с помощью нашего краеведа и очень такого человека неординарного, Ивана Мячеславовича Буйко. Он предоставил нам свои открытки для нашей выставки, которая собирает, ну и не только открытки, и коллекционирует многие предметы быта уже на протяжении многих лет. Начну я свой рассказ с истории создания открытки. А произошло это в Англии. Первую открытку создал художник Добсон. Он нарисовал заснеженный лес и на фоне этого заснеженного прекрасного леса сияющую радостную семью, которая встречает Новый год. Эту идею подхватил его друг Коул. Он нарисовал открытку и послал своему другу. Эту открытку потом распечатали, и так пошло распространение по всему миру. В нашем Ивановском районе открытки также попали к нам. Покопали они как? В нашем районе было до революции очень много зажиточных семей. Таких как Брахоцкие, Корвин-Мелевские, ну и другие. И вот они могли посылать своих детей учиться за границу. А уже дети оттуда поздравляли своих родителей с Рождеством. На нашей выставке, вот здесь вот на экспозицию, обратите внимание, представлены дореволюционные открытки, ну это российского производства. Как вы видите, сияющие, играющие дети везде, природа, ангел. Возможно, это святой Николай. Он не совсем похож, наверное, на Деда Мороза. Поздравляет и дарит подарки детям. На нашей выставке представлена самая старая открытка, которая была в коллекции Ивана Мячеславовича. Вот она. Этой открыткой поздравляет Слонимский водоканал Ивана Михайловского. Это открытка 1904 года. Вот обратите внимание, заснеженный лес также, какая-то усадьба. Ну, люди, вот такая вот природа. С приходом революции традиция отмечать Рождество была запрещена. И поэтому открытки печатали только очень смелые люди, которые не боялись, что может быть большое наказание за это. Их могли наказать, даже ссылку отправить. Разрешалось праздновать только праздник Октябрьской революции. Но эта традиция, как вы понимаете, не прожилась. Вот такое вот состояние сохранилось до 1939 года. Потом наступила война, как вы знаете, Великая Отечественная. Чтобы поддержать воинов, разрешили печатать открытки, поздравляли солдат с Новым Годом, желали им быстрейшей победы, выздоровления. Но печатали только черно-красным цвете. После войны очень многие люди из нашего района, из других районов выезжали в Польшу на постоянное жительство. И вот оттуда они присылали нам рождественские открытки. Вот на этой вот экспозиции предоставлены открытки с Рождеством, которые были присланы нашим землякам после войны. Обратите внимание, здесь в основном рождественские сюжеты. Бога-матерь с младенцем. Волхвы несут дары Бога-младенцу, ангелы. Конечно же, вифлеемская звезда, свечи. Ну, радостная встреча Рождества. Посмотрите внимательно, дети. Я думаю, вы такие открытки уже видели и знакомы с ними. Вот на этой экспозиции также тема Рождества. Еще расскажу я о том, как печатали открытки в советские времена. Советская открытка получила свое развитие уже где-то в 60-х годах. Но как Рождество было запрещено подписывать с Рождеством только с Новым годом. Вот начало нашей экспозиции в 60-е годы. Вот здесь обратите внимание, какие были сюжеты. Возможно, вы видели открытки у ваших бабушек. Может быть, мамы застали еще эти советские открытки. Сюжет был какой? Мультяшный сюжет. Обязательно был сюжет Кремля, курантов. Видите, новостройки, полеты в космос. Играющие ребята и на санках, на коньках, радостные, веселые встречают Новый год. Обратите внимание сюда. Даже могли быть стихи поздравления с Новым годом. Вот, посмотрите, полет в космос, куранты, идущие ребята с книгами, игрушками, лыжами. В 70-е годы открытка немного изменила себя. Появились другие сюжеты. Такие, как роспись, подгжель, хохлому. Ну, осталась, конечно же, природа. Подойдите сюда, пожалуйста, поближе. Природа, игрушки. Ну, конечно же, остались новостройки. Какие-то рисованные такие сюжеты. Снеговика, Деда Мороза. Вся планета встречает Новый год. Молодежь, которая тоже возле елки кружит и встречает Новый год. Вот, звери на лыжах, хохлома, роспись. В 80-х годах появились новые сюжеты. Уже появилась фотооткрытка. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Фотооткрытка. То есть, фотооткрытка натюрморт. Натюрморт. Красивый собирался сюжет. Свеча, ветки. Красочные игрушки фотографировались. И подписываясь с Новым годом. Кремлевские куранты. Все это осталось по-прежнему. Такой вот сюжет. Белорусские подпись, чтобы с нарожением Христовым и Новым годом и колядами на белорусской мове, эти открытки подписывались только в 90-х годах прошлого века. Вот, обратите внимание, вот такие вот открыточки. Их было совсем немного. Еще на нашей выставке, ребята, очень много книг с Новым годом и Рождеством. Очень интересные рассказы, стихи, которые вы по желанию можете взять, почитать, посмотреть. Ну, когда у нас закончится выставка, пожалуйста, приходите, интересуйтесь. Еще хочу обратить ваше внимание на елочку в центре нашей залы. Она здесь расположена неспроста. Елочка, в общем-то, обычная, но игрушки на ней старые. Игрушки мы достали из сундучков бабушек, дедушек. Видите, какие игрушки? Они были стеклянные. Или вот такие вот, видите, пластмассовые в форме животных. Стеклянные в форме разных и домиков. Видите, мишки, сосульки. Вот такие вот формы. Даже у нас осталась одна игрушка. Это зайчик, вот посмотрите. Вот зайчик такой вот на прищепке такой. Их вообще уже нету. Видите? А вы знаете, ребята, почему именно елку ставят на Рождество? Знаете? Вот существует такая легенда, что когда все птицы, звери, растения хотели поклониться Богу-младенцу, маслина, ель и пальма тоже хотели посмотреть на Бога-младенца. Но маслина и пальма, они были гордые. Пальма говорит, у меня очень широкие листья. Я закрою младенца в жаркий день. А маслина, я его окроплю пахучими маслами. Только елочка стояла скромная. И вот за ее скромность ангел осыпал огоньками. И когда Бога-младенец проснулся, он обрадовался и засмеялся, и протянул ручки только к елочке. А пальма и маслина, пристыженные, стояли и молчали. Они поняли, что не надо гордиться ничем, даже какими-то своими успехами. И вот с тех пор мы елочку на Рождество ставим и украшаем ее огоньками. Еще, ребятки, у нас есть выставка вот здесь игрушек, которые мы смогли собрать. Посмотрите, какие у нас были игрушки в наши времена. Они были некоторые даже и тяжелые. Видите, совы, вот такие вот разных зверюшек. Есть у нас очень старинный Дед Мороз. Посмотрите, я не знаю, сколько он и так старенький, но нашему Деду Морозу очень много лет. Ему может быть, ну не знаю, может он наших праводедушек уже. Вот такой вот Дедушка Мороз. Он приехал из Италии. Этот Дедушка, наверное, скорее всего, приехал из Китая. Этот Дедушка приехал из Греции. Видите, везде есть Деды Морозы. И все они носят подарки своим деткам. Вот такая вот встреча, дети, произошла с вами. Как вам? Понравилось смотреть? Вы ознакомились с нашей выставкой. И, возможно, у кого-то появится желание тоже коллекционировать и что-то собирать, да? Может, кто-то уже что-то собирает. Ну и останется память вам, вашим детям. Спасибо всем за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!